скатываются в эту точку то есть есть некий сферический конус который приводит к этой точке поэтому Криот в данном случае весь этот конус а это предел некого этого Криота в который все камни обязательно попадают очком в который они проваливаются соответственно с этой стороны они все выскакивают поэтому я назвал ее точечный Криот так мне захотелось и одновременно я увидел что если эта циркуляция происходит то соответственно здесь образуется такая точка точки по периметру этого Тороида точки одинаково удаленные от этого центрального точечного Криота и они образуют экватор Тороида ну если это там Тороид как там сваливается то по периметру Тороида идет вот эта линия которая образует как вы правильно догадались надеюсь экваториальный Криот то есть вылетая отсюда все камни обязательно приходят сюда и если этот Тороид он представит себе еще динамически вращающимся чтобы устойчивость придать как волчок то соответственно камень летит его сносит немножко он летит не по периметру к этому экватору а под углом и часть этих камней этим Криотом будет захватываться и таким образом на экваториальном Криоте образуется некое уплотнение условно говоря камней энергии информации это то что образует сансара то есть большинство людей которые не знают куда идти не знают куда жить живут как все скапливаются в этом месте мира и соответственно штамповое сознание там как у Клипа он называет и так далее вот здесь эти люди задерживаются так как они не хотят циркулировать там умирать не хотят они сопротивляются до последнего в конце концов все равно мы все туда там все будем